Милан, Италия. Один из наиболее атеистических регионов Европы. Милан — это дом удивительной архитектуры, музыки, моды и всего того, что может сделать ваше сердце счастливым. По крайней мере, так думают и люди, которые живут здесь. Италия также является родиной более чем 60 миллионов человек. В этой стране на одного адвентиста приходится 6900 неадвентистов. Адвентистская церковь росла здесь очень медленно. У нас очень атеистическое общество, что сильно влияет как на людей, так и на церковь. Это нелегко переходить к людям, которые не думают, что они нуждаются в религии и Боге. Таким образом, мы должны найти стратегии, которые помогают обойти людские предубеждения. Это наша цель. И с Божьей помощью результаты уже начинают проявляться. Молитва — уникальное оружие, которое Бог даёт своим творениям. И через молитву мы можем победить и получить доступ к Его силе. За пределами Милана расположена область Бергама. Здесь, в маленькой церквушке, адвентисты седьмого дня встречаются каждую субботу. Слово «маленькое» можно описать само здание, в котором они собираются, но не общину. Несколько лет назад церковь была маленькой и не имела никакого роста. Церковные руководители решили попробовать организовать небольшие группы, которые бы использовали молитвы для достижения общества. Участники образовали небольшие группы, которые встречались несколько раз в неделю на дому. Они изучали Библию для более глубокого понимания Иисуса и Его любви к ним. В то же самое время они просили у Бога привести к ним людей, с которыми они могли бы разделить свою веру. В течение нескольких месяцев это продолжалось, и затем люди с мира начали посещать эти малые группы. Эти вновь прибывшие были сотрудниками и общими друзьями. Это были люди, которые хотели найти более глубокое значение в их жизни. Медленно маленькая церковь начала расти. Субботняя школа стала временем глубокого духовного исследования и молитвы. Небольшие группы встречались в их собственных группах субботней школы и затем исследовали Священное Писание вместе. Затем последние 15 минут субботней школы были посвящены молитве в небольших группах. Эти группы молились о приходе новых людей в их группу, людей, которые также ищут Иисуса. Вскоре церковь более чем удвоилась в размере и быстро перестроила свое маленькое здание. Сегодня в церкви уже 11 лидеров, и каждый отвечает за свою малую группу. Есть даже разговор о начале строительства в другом соседнем сообществе, чтобы облегчить переполненную церковь субботней школы. Бог действительно ответил на молитвы церкви Бергама. Миссия в этой церкви не имела успеха до тех пор, пока члены церкви не отобразили характер Иисуса Христа в своей жизни. С тех пор, как Евангелие изменило характер членов церкви, мы стали встречаться чаще. Поначалу один раз в неделю, потом два, три и даже пять раз в неделю. На этих вечерах мы пели, радовались и даже плакали вместе. Это способствовало тому, что многие люди присоединяются к церкви. Ваши добровольные пожертвования помогут приобрести нужные ресурсы малым церквям, таким как Бергама, который желает отображать характер Христа и приводить людей ко Христу. Спасибо за поддержку Миссии Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.